У самого Филиппа Киркорова. Ольга Бузова с недавних пор вызывает восторг не только у поп-короля. Оленька, я твой фанат. Я вот не могу уже без тебя поставь лайк. Мне больше не больно. Больше не больно. Почему Бузова так популярна? Ролики с её участием распространяются по интернету словно вирусы. Кажется, она везде. Она ничего из себя не представляет абсолютно. Она абсолютно пустышка. Ни дня без строчки в новостях. Возвращательные сосисочки. Она действительно верит, что она и певица, и актриса, и писательница. Это что-то запредельное. На этих кадрах бывшая солистка группы Ленинград Алиса Вокс. Стройная красотка раздевается прямо на сцене и остаётся перед многотысячной публикой практически в неглиже. Алиса Вокс покинула Ленинград с грандиозным на всю страну скандалом. Шнур выгнал солистку с диагнозом «звёздная болезнь». Но сама Вокс придерживается иной версии. Она просто перестала выполнять указания фронтмена группировки. Обнажаться. До чего она только не исполняла за годы сотрудничества. Он всё время очень хотел на сцене имитировать половой акт. Засовывал мне гитару между ног, ставил меня на четвереньки. Смотрите далее. Осторожно, бабушка! Ещё больше ада от Гогена Солнцева. У нас абсолютно нормальные супружеские отношения, у нас есть близость. Сколько стоит провести ночь со знаменитостью? Снимать трусы или не снимать трусы, это пиарщик обсуждается своим клиентом. Нервы, как канат. Кто способен выдержать натиск эпатажного шнура? И почему солистки и даже жёны бегут от него? Лолита в костюме всадника апокалипсиса. Кто надоумил артистку выйти на сцену в обтягивающем полупрозрачном трико? На четверг! Пикантные снимки, интимное видео, кричащие заголовки. Шнур и Матильда разводятся. Любовные утехи Анастасии Волочковой, певец Шура остался без мужского органа. Как заставить говорить о себе? Блеск, нищета и главная тайна российского шоу-бизнеса. Смотрите прямо сейчас. Это личная переписка никому неизвестного жителя Владикавказа с некогда популярной теледивой Даной Борисовой. Молодой человек, заигрывая со звездой, приглашает её к себе в гости. Дана славоохотлива и явно в предвкушении грядущей встречи, но выдвигает условия. Свидание с ней стоит денег. Любой каприз за ваш счёт, в том числе и ночь со звездой. Свои достоинства Дана оценила в 4000 долларов и предупредила нового знакомого. На встрече он должен быть не один. Тебе одному не поеду. Ищи ещё двух, чтобы я на три дня приехала. Горячий кавказский парень обнародовал переговоры с Даной. А чтобы подтвердить подлинность интимной переписки, выложил фото обнажённой Борисовой, которое она прислала ему в качестве приятного бонуса. Что удивительно, когда СМС появилось в сети, Дана ничуть не смутилась. К сожалению, одним своим творчеством, ну, ты не... ну, кому-то ты будешь интересен, но законы этого мира, они говорят о том, что должны быть информационные вот эти взросы. Всем интересно, голубой ты или не голубой, с кем ты переспал, что ты кушаешь. Чем закончилась эта дикая история? Каково это публично обнажаться и душой, и телом, менять любовников, ориентацию и друзей? Всё могут короли. На что ещё готовы звёзды за свой кусок славы? Смотрите далее. Хорошими делами прославиться нельзя. Кто раскручивает отечественных селебрити? У меня есть пиар-менеджер, и не один. Мой пиар-агент разрывает все мои образы, все мои новые клипы. Развод по полной. Как рождаются слухи и байки, которые потом обсуждает вся страна? Я сделала свой сяук, потратила полмиллиона. Кто поставляет звёздам наркотики, а затем превращает знаменитости в проституток? И почему селебрити, которые зарабатывают миллионы, в итоге оказываются у разбитого корыта? Сегодня ты вроде как на волне, завтра про тебя все забыли, а послезавтра у тебя могилка. Не покладая рук, чем Тарзан расстроил Королёву? Какова цена кратковременной славы? Звёзды на один раз. Как удержать популярность? Проверенный способ оголиться за деньги? Я столько раз снимал, что ли, перед кем только я не снимал. Или избить собственного фаната? Сегодня этого уже недостаточно. Самые безумные выходки звёзд. С кем они спят? Что курят? И на что тратят свои гонорары? Получилось то, чего я вообще не ожидал. Получается свастика. Женщина, которая поёт. И зовут её Диана Шурыгина. Кто помешал жертве изнасилования начать сольную карьеру эстрадной певицы? Кто был никем, тот станет всем. Как прославиться быстро и надолго? Я буду звездой номер один. Кто в это верит? И кто на этом зарабатывает? Откуда берутся такие звёзды? Блеск, нищета и главная тайна российского шоу-бизнеса. Сегодня в нашей программе. Эпатаж – моё второе имя. Король эстрады Филипп Киркоров запустил свой новый клип в интернет. Цвет настроения – синий. Бузова в образе кассира супермаркета. Лепс – пьяного бомжа. Тимати – отец многодетного семейства. Молодое поколение пришло в восторг. Цвет настроения – синий. Внутри мартини, а в руках пикини. Но не все разделили бурную радость от просмотра. Кто-то оказался не готов созерцать в клипе курящих подростков в компании звёзд эстрады. Но дискуссии по этому поводу только добавили просмотров. Поколение до 16 теперь знает, кто такой певец Филипп Киркоров. А люди постарше готовят петицию. Обращение к правительству с просьбой лишить короля звания народного артиста за такое вот творчество. На этот клип противно смотреть. Я в шоке. Киркоров ликует. Мало того, что он окончательно сменил свой вечно розовый цвет на синий, так ещё и заработал интернет-популярность. Кто может встать на одну ступень с Филиппом сегодня? Честно. Никто. Даже Коля Басков. При моём уважении, шикарном его шоу. Звёзды из кожи вон лезут, лишь бы привлечь к себе внимание. Вот любимица публики Лолита показывает странные танцы в аэропорту по дороге в Нью-Йорк. Кстати, всё под тот же свежий хит от Киркорова. Под вместе с Ильей и Ильей, она так чувствует себя богиней. А вот она уже в Баку на музыкальном фестивале «Жара». Здесь её фантастическое перевоплощение на сцене породило бесчисленное количество пародий. Полупрозрачное боди на Лолите многие пользователи интернета сравнили с костюмом персонажа мультфильма «Муана» – Мауи. Мне люди должны сказать спасибо за песок. Ну а после того, как любительница экстравагантных поступков прыгнула в этом одеянии в бассейн, облив водой всех вокруг, за Лолитой прочно закрепилось прозвище «Всадник апокалипсиса». Любая новость хороша, кроме некролога. В кого готовы превратиться звёзды? На что идут ради своей популярности? Звёзды наши абсолютно не гнушаются ничем для того, чтобы прославиться. Границ нет никаких. Этот молодой человек получает миллионы за ролики в интернете. Его зовут Володя Ржавый. Многие думают, что они это типа не особо красивые, но харизмой вывозят. Все так мужики думают. Там, чтобы закадрить толку, нужно хорошо пахнуть. А на этом видео начинающий шоумен в свойственной ему манере проводит урок по изготовлению духов. Отрываем лепестки роз. Розу можно всю не разб... А то её всю расп... И на... Это ж трата денег. А так у вас и духи будут. Дырочка как в попе у... Ага, ладно. И роза целая. Сразу можно идти на свидание. Чем хуже, тем лучше. Такие персонажи, как Ржавый, сегодня невероятно популярны. Особенно в молодёжной среде. Но почему неугомонные фрики людям нравятся больше, чем всем привычные артисты или певцы? Вот сваха всеяруси Роза Сябитова неожиданно решила вернуть себе невинность. Она даже готова пойти на сложную операцию ради будущего брака. Такой необычный сюрприз телеведущая готовит своему третьему жениху. Любую информацию на этот счёт, которую я читаю с хохотом или слышу с хохотом, потому что невозможно относиться к этому всерьёз, любая вызывает у меня рвотные судороги. В доме звезды Натальи Штурм «Чёрная пятница». Секс-символ 90-х пытается вернуть былую популярность, распродавая своё нижнее бельё. А чтобы усилить эффект и увеличить спрос, Штурм позирует в исподням. Это её последнее объявление в Инстаграм. Актриса предлагает итальянское кружевное. За недорого. Итальянский бренд. Бельё в отличном состоянии. Нежное. Отправка почтой. Идею такого заработка Штурм, вероятно, позаимствовала в Японии. Правда, там свои бывшие в употреблении трусы продают преимущественно бедные студентки. Бельё складируют прямо в уличных автоматах. Можно бросить монетку и купить. Ого, какие большие! Какие сексуальные трусы! На выставке Ван Гога Я главный Экспонат Чтобы продать что-то ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное. Самый ценный лот от Алисы Бокс – приватный ужин с ней в одном из столичных ресторанов. Бывшая вокалистка группы «Ленинград» просит за это 100 тысяч рублей. Некогда блиставшая на сцене с самим шнуром, звезда, видимо, надеется, что таким образом сможет накопить на запись сольного альбома. Уход из группировки дался ей тяжело, да и гастрольная жизнь в мужском коллективе была не легче. Прямо перед концертом подошёл, взял меня так за плечи, заглянул мне глубоко в глаза и сказал, «Алисыч, я всё понял, сегодня надо тебе раздеться». По словам Вокс, к публичному стриптизу шнур готовил её несколько недель. И хотя к тому моменту Алиса уже исполнила свой главный хит про лабутены, она прекрасно понимала, чтобы оставаться на плаву, надо вертеться. «Алисыч, мы сейчас должны сплотиться, мы семья, мы одна хама, надо жахнуть». И вот так вот 17 часов проработка. Причём всё это не с бравурным лицом, а совершенно поникшимся слезами, с отчаянием. Недвусмысленные намёки, шутки ниже пояса, полностью испорченный имидж. С этим багажом Алиса ушла из Ленинграда. «Он даже не думал о том, что дальше будет со мной, что с моей репутацией будет». Но святое место пусто не бывает. И вскоре после ухода Алисы Вокс обнажаться на сцене пришлось уже новой солистке – Василисе Старшовой. Так почему все певицы бегут от лидера группировки? Сначала они боготворят эпатажного вокалиста, а затем разочаровываются в нём. Кстати, ровно как и его жёны. Публикация о разводе Шнура и его постоянной спутницы Матильды буквально взорвала интернет. О неожиданном расставании сообщил на своей странице в соцсети сам фронтмен Ленинграда. Рокер даже посвятил этому событию стихи. «Пускай сейчас мне больно очень, я ранен, может, и убит». Матильда выступила с ответным словом в тот же день. Она просит своих подписчиков понять и простить Сергея. «Он хоть и великий, но нежный и ранимый». Нет повода не обсудить. И многомиллионная армия поклонников Шнура поднимает эту новость в топы за считанные часы. Одни говорят, всему виной измены музыканта. Другие – алкоголь. Но что случилось на самом деле, не знает никто. Шнуровы выдают информацию порционно. Из последнего лидер Ленинграда заявил, именно Матильда его бросила, не он, и добавил. «Бесполезно клеить разбитую чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». Теперь слово за Матильдой. С каждым новым статусом в соцсетях пара лишь подогревает интерес к себе. Но что случилось на самом деле, не знает никто. Шнуровы деликатно умолчали причину расставания и тем самым лишь подогрели интерес к себе. Свой развод Шнур превратил в пиар-компанию. Впрочем, его провокации всегда сражают на повал. Вот как он обычно дает интервью. «Давайте я покажу, и это будет лучше». А так, к радости своих многочисленных поклонниц, ведет себя на сцене. Преданные зрители готовы к любым выходкам своего кумира. Вот полностью раздетый Шнур танцует, сидя в кресле. И с таким же азартом избивает своих фанатов. Так проходят его фотосессии. А вот таким образом лидер Ленинграда заканчивает свои выступления. Имидж не что, провокация все. Своё имя Тарзан заработал на стриптизе. Эти кадры сделаны на закрытой вечеринке. Обнажённый, брутальный красавец доводит женщин Волгодонска до пика наслаждения. Тарзану достаточно совершить всего несколько движений. И особо впечатлительные зрительницы падают к его ногам. То, что происходит дальше, в эфире показывать просто нельзя. Секс всегда самый ходовой товар. Всегда самый ходульный, пошлый, вульгарный, но самый ходовой товар. Это лучший повод для маркетинга. Посмотрите, какие у меня сиськи. Посмотрите, какая у меня попа. Посмотрите, какая у меня грудная клетка. Пробить себе дорогу с помощью эпатажа пытаются очень многие. Но получается далеко не у всех. Мама, ой, как хочу я сказать, звездо. Коренная москвичка, беззубая прожигательница жизни Света Яковлева. Титул «Светская львица» присвоила себе сама. И вот уже семь лет с гордостью его носит. Света Яковлева? Света Яковлева? Да, на меня узнали. Первый зуб кроссовки выбили во время драки в ночном клубе. А остальные – подростки на улице. Она всегда всех раздражала, но в какой-то момент поняла, что на этом можно сделать карьеру. У меня есть первая менеджер, и не один, который разрывает все мои образы, все мои новые клипы, все мои шикарные мероприятия. Криво наклеенные искусственные ресницы, неравномерно нанесенный тональный крем, одежда в стиле колхозный шик. Света Яковлева наслаждается собой и гордится личными достижениями. Три высших образования. По профессии она журналист, юрист и тренер по гимнастике. Клипы, ежедневные съемки, яркие перформансы. Но главная страсть Светланы – танцы. Я все время солировала на пуантах, все время я была солисткой. Вот такая фигура у меня шикарная и осталась, потому что прошло немало времени, но все растяжки, все упражнения помогут в любое время сделать любую, допустим, такую лучшую растяжку, в принципе. Поэтому это видно. Когда у тебя есть в запасе десяток, хотя бы десяток песен, ты можешь и *** показать, и жопу, и все, что хочешь. И ты будешь набирать только обратно, но у тебя есть с чем это крыть. Мужчины тают предо мной, собираются толпой, они готовы все отдать. Когда на мировые экраны вышел фильм «Спасатели Малибу» с Памелой Андерсон в главной роли, Олеся Кожевникова оканчивала финансовый колледж. С тех пор она думала не об учебе, а о том, как стать точной копией главной героини. Сначала девушка увеличила грудь, потом губы, потом снова грудь. Я сделала свой сяук, потратила полмиллиона. Чтобы стать еще более похожей на своего кумира, девушка поменяла фамилию на «Малибу». Я считаю себя звездатой, звездой, известной и популярной. Меня многие знают, даже бабушки в подъездах. Они в курсе всех моих сейшенов, и я считаю, что это успех. Олеся всегда мечтала быть богатой и знаменитой. И когда еще в школе одноклассники, издеваясь, дали ей прозвище «крыса», она твердо решила добиться своего любыми путями. Основные подарки от мужчин находятся здесь. Мужчины часто дарят мне деньги, золотые украшения, бриллианты. Ее график забит до отказа. Примерка нарядов. Вот Олеся показывает нам свой фешенебельный гардероб. У меня такое же платье у Дженнифер Лоббес. Я люблю его одевать на какие-то светские рауты, мероприятия. Самое главное, что его можно одевать без лифчика. Это дольче Габбана. Я в нем чувствую себя богиней. Просто мечтой олигарх. Съемки в ток-шоу и реалити – откровенные фотосессии. Олеся, актриса эротического жанра, легко демонстрирует искусственные прелести. Еще надо успеть ответить злопыхателям. Не так давно шоумен Стас Борецкий исполнил непристойную песню в адрес Малиму. Олеся, как была дурой, так дурой и останешься. Олеся не оставила без внимания дерзкий выпад Борецкого и записала для него специальное видеообращение. Слушай сюда, я тебе отвечу на языке девяностых. Вот такая вот шняшка. Теперь это твой друг и пахан. Мы соревновались, кто круче, кто как два друга. Просто хотели некий батл устроить для пиара, опять же. Но самая главная цель – это состязание по мозгам. Если бы мы сели решать задачи какие-то по математике, либо сели читать книги, никто бы на нас не смотрел. Поскольку мы помахали там, знаете, гениталиями резиновыми, это сразу стало интересно людям. На аккаунты в соцсетях Олеси Малеву подписаны тысячи человек. Гонорары, лимузины, обеспеченные поклонники. Этого вполне хватает, чтобы пышногрудая блондинка чувствовала себя звездой мирового масштаба. Почти как заграничная помола. Делаю всегда только исключительно то, что я хочу. И мне абсолютно плевать, что обо мне подумают люди, что напишут и как они на меня посмотрят. Вы любите розовый цвет. Розовый цвет объемно идет всем блондинкам. Блогер, блогер и просто живая кукла Карина Барби тоже с детства пыталась привлечь к себе внимание. Еще будучи подростком, выпросила у родителей на свой день рождения шест для занятий стриптизом и демонстрировала выученные дома элементы одноклассникам прямо на переменах в школе. В том же возрасте девушка выучила наизусть книгу «Как стать стервой» и четко следовала всем рекомендациям. Школьный дневник Карина вскоре забросила, зато начала вести виртуальный, исключительно в розовых тонах. В нем она стала писать о веселых тусовках, ночной жизни, желании выйти замуж за миллионера и уехать из родной Караганды в Голливуд. Я мечтаю, даже не просто мечтаю, потому что мечта это что-то такое эфемерное. У меня это цель, конкретная цель. Это мировой шоу-бизнес, это Америка, это Голливуд. У меня очень скоро будет огромный дом в Беверли-Хиллз со своим автопарком, куча гламурных розовых машин. Вместо Голливуда Барби переехала в Москву. Кукольная блондинка выступает в клубах на закрытых вечеринках и крутится как может. Даже рэпер Тимати пригласил в свой нашумевший клип на песню «Дерзкая» именно ее. Слышь, ты че такая дерзкая? Это мой стиль жизни. Я всегда себя позиционировала как стербу, которая ради успеха идет по головам. Такая дерзкая. Я даже не удивлюсь, что песню вообще писали именно ориентируясь на мой образ, на мою личность. Быть в центре внимания все время на слуху. Никаких фото без макияжа. Это испортит кукольный образ. Кстати, данные Карины еще несколько лет назад объявление о продаже невинности за миллион долларов по-прежнему актуально. Зачастую это нужно для того, чтобы хоть каким-то образом себя проявить, себя заметить, чтобы тебе кто-то начал говорить, что-то о тебе сказали. А если ты еще больше дерьма выльешь наружу, то на тебя обратят внимание какие-то ток-шоу, центральных телевизионных каналов. Тогда глядишь вообще популярность. Признание на всю страну в изнасиловании. На такое решится не каждое. Чтобы проснуться знаменитой, простой девушке из Ульяновска, даже не надо было дожидаться утра. В вечернем эфире главного ток-шоу страны Шурыгина обвиняет в преступлении случайного знакомого и понеслось. Но чем обернулась слава для самой Дианы? Злопыхатели преследуют Шурыгину на каждом шагу. Любой ее ролик в интернете собирает миллионы просмотров. Ты беременна? Нет, я не беременна. И даже когда шумиха вокруг жертвы изнасилования поутихла, а Диана устроилась на работу в столичное кафе на должность простого официента, поклонники и там не оставили ее в покое. Чего? У меня давление с утра нереальное. Можно с коньячком на донышке? Теперь Шурыгина покоряет музыкальный Олимп. Презентация новой песни в одном из ресторанов Москвы. Но первое же выступление закончилось потасовкой. Сначала недоброжелатели подбросили на сцену живую курицу. А позже вскрылось, что собственную же песню Диана собиралась исполнить под фонограмму. Вот она уже не поет в микрофон, а голос продолжает звучать. Через минуту на презентации началась настоящая драка. Вокальная карьера Шурыгиной закончилась не начавшись. Чем теперь займется звезда ток-шоу? Дальше больше. Вопреки здравому смыслу. Для чего Никита Джигурда покрыл тело свастикой и объявил себя воплощением бога Шивы? Я сознательно пустился в ад, в шоу-бизнес. Неравный брак. Зачем Гогену Солнцеву невеста, которая ему в бабушке годится? Я ее предупреждал. Я говорю, Кать, смотри, давай, мы поженимся, но ты представляешь, что потом будет. Звезда под прикрытием. Какие легенды придумывают музыкантам их личные пиар-агенты, чтобы обеспечить долгую жизнь в шоу-бизнесе? Стерж, ты приемная. Мам, я что, приемная? Если же это пранк. Наркотики, беспробудное пьянство и тотальное одиночество. На что обрекают себя те, кто еще вчера собирал стадионы? Наркотики были у меня для этого, чтобы немножечко прийти в себя, успокоиться и не сойти с ума. Шокирующие откровения Даны Борисовой. Отчего она зависима сегодня? Я не тусуюсь. Почему? Потому что там алкоголь. Пиар на лжи. Кто из звезд обманывает своих поклонников ради славы и денег? Откуда берутся такие артисты? Блеск, нищета и главная тайна российского шоу-бизнеса. Смотрите прямо... 12 апреля 2018 года шоумен и мастер апатажа Гаген Солнцев пришел в столичный ЗАГС, чтобы связать себя узами брака со своей невестой Екатериной Терешкович. Новоиспеченная жена старше своего благоверного в два раза. Ему чуть больше 35, ей далеко за 60. Во время брачной церемонии они обещают любить друг друга и в горе, и в радости. Нежные поцелуи, трогательные объятия. Мы встретились с Гагеном Солнцевым сразу после свадьбы. Шоумен объяснил, почему он выбрал невесту, которая ему не то что в матери, в бабушке годится. Убили мою девушку, убил маньяк, и очень жестоко убил в Битцевском парке. И как-то она вот, как-то она смогла найти какие-то нужные слова. Я говорю, ну ладно, приезжай. Она буквально там за день все это отмыла, почистила, всю одежду постирала, все погладила. А вот, а потом меня прямо вот за шкирку и увезла в Сочи. И после этого уже не расставались. Злые языки разделились на два фронта. Одни уверяют, Гаген женился из-за богатого приданного невесты. Якобы у нее есть хороший бизнес и загородный дом стоимостью несколько миллионов долларов. Другие считают, вся эта свадьба, медовый месяц, горячие поцелуи и страсть – спектакль для публики. Даже больше. Мол, Екатерина Терешкович – малоизвестная актриса, а загородное поместье арендовано для съемок. Как бы там ни было, теперь Гаген у журналистов-таблоидов идет на расхват. Катя досталась. Катю перемололи фарш. Я ее предупреждал, я говорю, Кать, смотри, давай, окей, мы поженимся, там все нормально, но ты представляешь, что потом будет? Да, 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 да. Не представляла. Своей любовью к женщинам преклонного возраста славится и другой сердцеед – Прохор Шаляпин. Его прошлогодний роман с Ларисой Копенкиной развивался по той же системе, что и у Гагена. Охар Лавелас, Прохор Шаляпин. Он кричит, что он певец. Хоть одну песню можно услышать? Свадьбы, разводы, бесконечные судебные тяжбы. Никита Джигурда, харизматичный, экстравагантный актер, говорит, что не нуждается в агентах и маркетологах. Он сам себе пиарщик. Его эпопею с женитьбой, расставанием и примирением с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной наблюдала вся страна. Мы нашли друг друга. Я ради Маринки покрасил тогда волосы в рыжий цвет и объявил себя и рыжим клоуном, и джокером в хорошем смысле этого слова. Ибо я понял, что в шоу-бизнесе как раз пригодится мой талант эксклюзива и эпатажа. Это их первое совместное появление в телеэфире после долгих размолвок. Они пришли в салон за новой татуировкой для Никиты. Получилось то, чего я вообще не ожидал. Когда снимаешь зеркало, мы видим, получается свастика, знакомая как фашистская. Но реально это символ, символ Агни, бога Агни, славянского бога. В 2016 году Анисина подала на развод из-за пристрастия супруга к запрещенным веществам и увлечения кабалой, религиозно-мистическим течением в иудаизме. Кроме того, фигуристка не смогла простить мужу измену из-за граничной поездки за ее счет. Пара расторгла брак, но Джигурда решил вернуть возлюбленную и уже через несколько месяцев сумел вымолить прощение. Шоумен пообещал изжить все свои вредные привычки и, судя по всему, слово сдержал. Я приехал во Францию, снова подарил кольцо, на этот раз не с бриллиантом, а с рубином Маринки. Говорю, давай, оформим снова наши отношения. Фактически она дала согласие, но осенью вполне вероятно состоится. Свадьба. Я уже все рассказал, и про обручальное кольцо с рубином. Как Никита Борисович себя вести будет. Эта музыка будет вечной, и опытные звезды умеют заставить говорить о себе, даже когда говорить уже совершенно не о чем. Нечаянно упало платье на сцене. Артист вышел на сцену с расстегнутой шеренкой. Да, там, или еще какой-нибудь такой неожиданный казус. Он для нас гораздо интереснее, чем артист нам расскажет про свою новую песню. Эту девушку зовут Саша Проджект. Когда-то она пыталась начать карьеру на эстраде, но долго не продержалась. Тогда пиарщики придумали ей стильный образ и яркую легенду. Как бы я выиграла какой-то конкурс, меня заметил продюсер, и так я стала петь, и бла-бла-бла. Это все неправда, это написано пиарщиками. Я обычная девочка из очень обеспеченной семьи, где мама обеспечивает дочку маленькую, это я рассказываю про те времена, и приходит как-то и говорит, доченька, а ты хочешь петь? Я сказала, хочу, и все. Так начался проект Саша Проджект. Саша заново штурмует Алим шоу-бизнеса, записывает песни, снимает клипы. До каких высот ей удастся дойти? И чем придется пожертвовать, чтобы добиться славы в этот раз? Сами же звезды со своими пиарщиками постоянно вынуждены придумывать, генерировать, высасывать из пальца эти истории, скандалы, для того, чтобы про них просто не забывали. Но они сами же, конечно, от этого страдают, им морально тяжело, и среди известных людей, посмотрите, какое количество людей, которые пьют, употребляют запрещенные препараты, их мало можно назвать счастливыми людьми, потому что шоу-бизнес, он как жертвенный алтарь. На свой личный жертвенный алтарь певец Шура, кумир из 90-х, Положил здоровье, отношения с матерью, которая отвернулась от сына, и разрушенную личную жизнь. Большинство артистов, которые реально популярны, у которых много работы, зачастую они несчастливы в личной жизни, потому что и времени на это нет, нету создать эту личную жизнь, и как только ты начинаешь ей заниматься, все становится достоянием общественности, и не каждая вторая половинка твоя будет это терпеть и выдерживать. Коллеги говорили про Шуру, он сгорел на работе, слишком много было популярности, алкоголя и наркотиков. Ты приходишь домой, и чтобы с ума не сойти, что у тебя четыре стены, ты никому тут не нужен, а перед этим у тебя стадион, куча цветов и грушек, куча горящих глаз, а дома ты никому не нужен. И вот это вот, наркотики были у меня для этого. Но наркотики оказались еще большим злом и быстро истощили здоровье певца. Врачи поставили ему страшный диагноз. Рак. Шура прошел все муки ада. Химиотерапию, лечение от зависимости, несколько операций. А потом записал новый альбом и выкинул на помойку все экстравагантные наряды. Мы отнеслись все это на помойку. Что ты думаешь? Я улетел в Алматы, как сейчас помню, на гастроли. Я прилетаю, ко мне приходит участковый, стучится к Александру. Я говорю, что ты с этим делаешь? Я говорю, что случилось? Он говорит, а вы посмотрите, вечером выйдете, все бомжи моего района одели все это на себя. Все это помойку раздербанили. Представляешь, они все на каблуках. В буа. Здравствуй, родной дом. Ну все по-другому, конечно. Шура идет в Метелицу. Культовый ночной клуб 90-х. У Шуры здесь было по три концерта в день. Эту всю неделю считаю, что казино работало только на один мой концерт. Мне это приятно. Конечно, такого внимания, такого индивидуального отношения, какое было у этого казино, ко мне, конечно, уже не хватает. Шура не может поверить глазам. Он снова находится там, где блистал и был номером один. Очень приятно. Очень приятно. Вспомни все. Самое главное, сцену оставили тут же, ничего не поменяли. Доски меня помнят. Но музыкант совершенно не готов к тому, что происходит потом. Смотрите далее. Интим предлагать. Секс-скандалы балерины Волочковой. Почему ее любовники путаются в показаниях? Потому что фантазии не хватает на другой пиар. Потому что не хватает мажечка на другой пиар. Новоявленный пранкер Дмитрий Маликов. До чего довела его шутка над собственной дочерью. Что натворил певец, чтобы увеличить число своих подписчиков? Где же? Ты приемная. Мам! Я что, приемная? Падающие звезды. Какой след оставят после себя нынешние шоумены? Обязательно пятерню? Ну почему не ***? Почему не ухо? Почему не ***? Почему не ногу? Кто они? Пиар-агенты знаменитостей. Сколько стоят их услуги? И зачем они пускают нам пыль в глаза? Когда человек уже известен, но никому не нужен. Это как использованный презерватив. Почему за всеми скандалами стоят одни и те же люди? Главная тайна российского шоу-бизнеса. Смотрите прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черно-белая свадьба с девушкой Готэм. Съемки клипов в их больнице. Работа воспитателем в детском саду. Чего только не придумывал Денис. Ради чего? Затмить славу звездной матери? Доказать собственную значимость? Или просто обратить на себя внимание? Недавно молодой человек стал украшать свое тело еще и шрамами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 55-летний король гламура Сергей Зверев с детства приучал сына к светской жизни. Он пытался создать отпрыску образ, подобный своему. Теперь звезда в шоке от своего собственного ребенка. Тот не хочет быть новым королем. В свои 24 он уже женился, развелся, участвовал в реалити-шоу, был разнорабочим в отеле. Но теперь молодой человек повзрослел и понял, что больше не хочет быть фриком и ходить на тусовки, как папа. Парень фактически скрывается от отца в подмосковной Колумне и ведет затворнический образ жизни. Зверев такое поведение не одобряет и отказывается признавать сына вместе со всеми его деревенскими женами. Выбрать такой путь очень непросто. Однажды завоевав популярность, любовь миллионов, артисты начинают испытывать зависимость от славы. Оглушительный успех действует как наркотик, от которого трудно отказаться. Чем-то диагноз у людей возникает. А потом уже привыкание к этой вот дозе славы, внимания, камеры и все прочее. А если, не дай бог, кто-нибудь узнает автограф, попросит или селфи сделать, ух, все, этого человека не вылечите никогда больше. Зажигательное шоу Шуры прервали алкоголь и наркотики. Не считает зазорным петь на сцене в таком виде и Григорий Лепс. Вот он чуть не падает со сцены на концерте в Ростове-на-Дону. А эти кадры сняли сотрудники автоинспекции. За рулем машина очаровательная Юлия Началова. Из салона несет алкоголем. Скажите, пожалуйста, вы в приборы инспектора продуваться будете? Нет. Погромче, пожалуйста. Нет. К доктору-наркологу на медицинское освидетельствование вы поедете? Нет. Подсаживают артистов на алкоголь и наркотики зачастую сами директора, продюсеры и пиар-агенты. У меня был продюсер, царство ему небесное. Собственно, мне и принес в клевике амфетамин. Тима Брик, он умер от предозировки. И он как раз был продюсером Прохора, Маим, Калашникова и Малиновской. По итогу 50% как бы в употребление ушли. Дана Борисова провела много лет в наркотическом угаре. Сначала было весело, а потом все больше одолевали тоска и одиночество. И болезненное дорасставание в личной жизни, и разочарование в коллегах, в друзьях, которые отворачивались, и там и безденежье, и наоборот, большие деньги, которыми ты неграмотно распоряжаешься. Я предприняла шаги, наркотики, алкоголь, таблетки, снотворные, чтобы от этого всего негатива я не могла с ним справиться, потому что это неизбежно, что слава с возрастом угасает. И ты должен уметь это принять. Наркотики были ошибкой. Теперь Дана это точно знает. Она показывает нашей съемочной группе новую квартиру. Теледива ее снимает. Свои собственные квадратные метры на Кутузовском проспекте Дана оставила больше года назад, когда уехала лечиться в Таиланд от смертельной зависимости. Это моя гардеробная. Рекомендацию выбросить все нафиг вещи из прошлой жизни, из употребления, я сдержала на 100%. Шуба. Вообще, у меня как отрезало. Но жизнь без скандалов скучна и однообразна. Ни денег, ни славы. Поклонники ждали от Даны Борисовой новостей. И вот они появились. Переписка с горячими кавказцами взорвала сеть. Ночь со звездой за 4 тысячи долларов. Об этом будут говорить. Сразу же, мгновенно, я прошлась по всем ток-шоу, собрала все внимание общественности. Вот уж кто умеет ловить волну лучше других, так это балерина Волочкова. Коронные шпагаты, которые обсуждает страна. Отчаянные эротические танцы. Сексуальные утехи в банях и собственном особняке. Эпатаж без конца и края. Я Анастасия Волочкова. Жизнь моя сложилась бестолкова. Сексуальные утехи в грязи в прямом и переносном смысле. Это про нее. Я в этой грязи готова валяться. На протяжении большого количества времени. Ей 42, но зажигает Анастасия так, как и 20-летним не снилось. Это лишь одна из последних публикаций светской львицы в соцсетях. Парапа в купальнике и на высоких каблуках. Результат налицо. 200 тысяч просмотров за час и больше 2000 комментариев под видео. Разумеется, большинство из них негативные, с обвинениями и упреками. Но саму Волочкову они только забавляют. Она очень простая, очень хорошая женщина. Такая обаятельная, очаровательная, изумительная и просто трогательная очень. Потрогать ее приятно. Ее сексуальные позы. Вот она под струей тропического душа. А на этом снимке покрывается пальмовым листом. Откровенные фотосессии балерины на морских курортах не обсуждает разве что ленивый. Потому что фантазии не хватает на другой пиар. Потому что не хватает мозжечка на другой пиар. И серого вещества-то нет у барышень. У барышень, по крайней мере, тех, которые живут в нашей с вами стране. Мало того, секс. Но через дефис еще нужен скандал. К Волочковой приховано внимание всегда. Особенно, когда в сети вдруг обнаружились пикантные снимки из загородного дома Анастасии. Человек уже становится заложником своего образа. Другая Волочкова уже никому неинтересна будет, не нужна. Это прискорбно. И поэтому тебе придется до конца поднимать хайп, раздеваться, спать с кем-то, показывать разные части тела и страдать, наверное. Свою интимную связь с балериной рассекретил некто Чермен Зотов. Но вот интересное обстоятельство, о котором мало кто знает. Любовник Волочковой оказался владельцем собственного пиар-агентства. После скандала у эпатажной балерины увеличилось число подписчиков, а у Зотова выросли гонорары. Что касается постоянного сотрудничества, как говорится, под ключ, услуга под ключ, превращение человека в бренд, то в моей компании это стоит 2,5 миллиона. Хлеба и зрелищ. Принцип жизни отца-основателя отечественного шоу Барри Алибасова. Вот он в свои 70 прилюдно снимает штаны на празднике Лены Лениной. Тем же самым Барри заставляет заниматься и своих подопечных. С Пашкой Соколовым мы как-то сцепились. Он говорит, я не буду с голой ж... бегать по стадиону. А надо было не просто по стадиону, а еще и между рядами. Я и вытолкал туда, к публике. Да, в деваться некуда уже. Хочешь, не хочешь, с голой ж... побегал там. Барри Алибасов – первый продюсер Советского Союза, который раздел своих артистов на публике. Алибасов сделал ставку на сексуальность и не прогадал. Сами ребята были настолько голодными, что им все равно. Сказали бы, устройте секс на сцене, покажите, что они бы это сделали. Они пришли-то откуда? Ну все из подворотни. Из грязи в князи. Так начинал каждый второй в российском шоу-бизнесе. Но чем они закончили? На экране большого проектора в клубе «Метелица» друг за другом появляются слайды прошлой жизни Шуры. Он едва сдерживает слезы. Редкие кадры, которых нет даже в его личном альбоме. В свете софитов, перья, боа и туфли на платформе. Ой, мамочки, это самый мой худший наряд! Есть что-то в этом, да. Прийти спустя столько лет, 23 года назад, я вышел первый раз на эту сцену, и так на ней я остался на долгие-долгие годы. 23 года безудержного веселья, денег и славы. И, казалось, конца этому не будет никогда. Хайп, вот как это называется, да, хайпануть. Это же секундное, понимаешь? Если там, ну, один-два месяца, и все, и потом нахуй ему не нужен будет. Кто-то становится звездой в одночасье, кто-то прокладывает долгий путь наверх. Но те и другие мечтают только об одном – задержаться на пике как можно дольше. Они готовы жить вымышленной жизнью, придумывать все новые и новые скандалы, разводиться, жениться, судиться. Лишь бы шоу никогда не кончалось.